Искусство создания садовых водоемов, дизайн, уход и обустройство. Добро пожаловать на канал Сельское хозяйство и огородничество. Сегодня мы поговорим об искусстве создания садовых водоемов. Узнаем, как выбрать правильный дизайн, как ухаживать за водоемом, какие растения и рыбы подойдут для обустройства, а также как выбрать необходимое оборудование. Мы также рассмотрим различные стили дизайна, чтобы вы могли найти свое уникальное решение для вашего участка. Следите за нашими советами и вдохновляйтесь новыми идеями. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, чтобы не пропустить другие полезные ролики по теме садоводства и огородничества. Вперед, к творчеству и красоте в вашем саду! Как создать уникальный дизайн водоема в саду, который станет главным акцентом и придадут участку особый шарм? Садовые водоемы – это не только элемент декора, но и важная часть ландшафтного дизайна, способная придать участку уникальность и привлекательность. Создание такого водоема требует не только креативного подхода, но и понимания основных принципов дизайна и ухода за водоемами. Очевидно, что выбор места для водоема играет ключевую роль, это должно быть место, которое привлекает взгляд и в то же время гармонично вписывается в общий ландшафтный дизайн. Дизайн водоема также зависит от его размеров, формы и окружения. Например, водопады, каскады или фонтаны могут придать водоему дополнительную атмосферу, романтики и загадочности. Кроме того, использование растений, камней и элементов декора вокруг водоема позволяет создать уникальный стиль и подчеркнуть его индивидуальность. Уход за садовым водоемом – это постоянный процесс, который включает в себя очистку от водорослей, замены воды, поддержание естественного баланса воды и обеспечение правильного уровня кислорода. Также важно учитывать аспекты безопасности, особенно если на территории присутствуют дети. Создание уникального дизайна водоема в саду требует вдумчивости, внимания к деталям и творческого подхода. В конечном итоге, красивый и ухоженный водоем станет главным акцентом на участке, придавая ему особый шарм и создавая умиротворенную атмосферу для отдыха и контемпляции. Секреты правильного ухода за садовым водоемом – как сохранить прозрачность воды и избежать появления водорослей. Одним из ключевых аспектов правильного ухода за садовым водоемом является поддержание прозрачности воды. Для этого важно обеспечить естественный баланс воды, учитывая факторы, такие как количество солнечного света, наличие растений и уровень кислорода. Один из способов борьбы с водорослями – регулярная очистка воды и дна от органических отложений, которые могут способствовать размножению водорослей. Также важно обратить внимание на растения, которые можно посадить вокруг водоема. Некоторые растения, такие как лилии или папоротники, могут помочь в очистке воды, а также создать дополнительную защиту от солнечных лучей, что способствует уменьшению роста водорослей. Однако стоит помнить, что некоторые растения могут наоборот усугубить проблему, так что выбор растений должен быть обдуманным. Другим важным аспектом является регулярная смена части воды в водоемы. Это позволяет избежать накопления нитратов и фосфатов, которые являются питательной средой для водорослей. Кроме того, хорошая циркуляция воды и использование фильтров также способствуют поддержанию частоты воды и уменьшению риска появления водорослей. Интересный факт, некоторые виды рыб, такие как золотые рыбки или карпы, могут быть использованы для уменьшения количества водорослей в водоемы. Эти рыбы питаются водорослями, что может помочь в борьбе с ними и поддержании частоты воды. Рассмотрим различные виды растений и рыб для оформления садовых водоемов, чтобы создать гармонию в природном балансе. При оформлении садовых водоемов важно учитывать различные виды растений и рыб, которые могут способствовать созданию гармонии в природном балансе. Растения, такие как лилии и роголисник, не только добавляют красоты водоему, но и способствуют очистке воды от нитратов и фосфатов. Их корни поглощают питательные вещества, предотвращая таким образом их накопление, что, в свою очередь, уменьшает рост водорослей. Такой подход создает естественный баланс водоемы и способствует уменьшению необходимости в химических средствах. Растения не только помогают в поддержании воды в чистоте, но и создают укрытие и пищу для различных видов рыб. Рыбы, как золотые рыбки, карпы и щуки, могут стать прекрасным дополнением к обитателям вашего садового водоема. Кроме того, разнообразие видов рыб позволяет создать уникальную атмосферу и обеспечить баланс в экосистеме водоема. Некоторые рыбы, такие как карпы, могут даже помочь в уменьшении роста водорослей, питаясь ими. Не стоит забывать и о фильтрации воды. Фильтры, такие как биофильтры и ультрафильтры, помогают сохранить чистоту воды в водоемы, обеспечивая правильное очищение воды от загрязнений и питательных веществ. Это важный аспект ухода за садовым водоемом, который помогает поддерживать здоровую среду для растений и рыб, способствуя созданию гармонии в природном балансе. Таким образом, сочетание различных видов растений и рыб в садовом водоеме может создать не только красивый ландшафт, но и стабильную экосистему, способствующую здоровому развитию всех его обитателей. Как выбрать подходящее оборудование для организации и обустройства садового водоема, на что стоит обратить внимание при покупке? Выбирая оборудование для организации садового водоема, важно обратить внимание на несколько ключевых аспектов. Прежде всего, следует оценить размеры будущего водоема и выбрать соответствующий насос для обеспечения циркуляции воды. Эффективный насос поможет поддерживать чистоту воды и обеспечить необходимый уровень кислорода для растений и рыб. Также стоит уделить внимание выбору фильтра, который будет поддерживать воду в чистоте и улучшать качество воды в водоемы. Важно выбирать фильтр в соответствии с объемом водоема и количеством обитающих в нем рыб. Другим важным аспектом выбора оборудования является освещение. Установка подводных светильников не только придает водоему великолепный вид в темное время суток, но и способствует росту растений и создает особую атмосферу. Важно выбирать светильники, предназначенные специально для подводного применения, чтобы избежать короткого замыкания и разрушения оборудования. Кроме того, необходимо учесть энергоэффективность выбранного оборудования, чтобы минимизировать затраты на электроэнергию. Нельзя забывать и о безопасности. При выборе насоса и другого электрического оборудования следует обращать внимание на степень защиты от воды, чтобы избежать аварий и обеспечить безопасность работы водоема. Важно выбирать оборудование от проверенных производителей с хорошей репутацией, чтобы обеспечить надежную и долговечную работу садового водоема. В итоге, правильно подобранное оборудование играет ключевую роль в создании сбалансированной и ухоженной экосистемы водоема, способствуя сохранению красоты и здоровья всех его обитателей. Вдохновляющие идеи и тенденции дизайна садовых водоемов в разных стилях, от классического до современного, чтобы найти свое уникальное решение для участка. Разнообразие стилей дизайна садовых водоемов предоставляет множество вдохновляющих идей для создания уникального ландшафта на участке. Классический стиль отличается изяществом и элегантностью, формальные пруды с геометрическими формами, фонтанами и каменными дорожками создают атмосферу уюта и достоинства. Современный дизайн садовых водоемов, напротив, идет в ногу с современными тенденциями, минимализм, простые линии и сочетание различных материалов придают водоему современный и стильный вид. Экологичный дизайн водоемов становится все более популярным, использование природных материалов, использование биофильтров и растений для очистки воды помогают создать устойчивую и экологически чистую систему водоема. Садовые водоемы в японском стиле, например, известны своей простотой и гармонией с окружающей природой, миниатюрные пруды, водопады и камни образуют уединенные уголки для отдыха и медитации. Каждый стиль дизайна садовых водоемов имеет свои особенности и привлекает своих поклонников. Выбор стиля зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей участка, однако важно помнить, что создание собственного уникального решения позволит добавить особый шарм и персональность вашему садовому участку. Вдохновляйтесь различными идеями дизайна, сочетайте стили и материалы, и создайте садовый водоем, который станет не только украшением вашего участка, но и источником вдохновения и умиротворения для вас и ваших гостей. Искусство создания садовых водоемов, дизайн, уход и обустройство Спасибо, что смотрели наше видео об искусстве создания садовых водоемов. Надеемся, что вы нашли много полезной информации и вдохновения для вашего сада. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех новых роликов по сельскому хозяйству и огородничеству. Узнавайте новые знания, следите за трендами и создавайте красоту вокруг себя. Вперед, к новым творческим идеям для вашего сада! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...